В прошлом видео мы узнали, как учёные сумели показать, что ДНК отвечает за наследственность. Эвери, Маккарти и Макклауд провели эксперимент, чтобы выяснить, что же именно ДНК или белок выступает тем самым трансформирующим началом в эксперименте Гриффита. Я рекомендую вам посмотреть предыдущее видео, если вы не знакомы с этими опытами. Но даже их труд в 1944 году не считался окончательным доказательством. Это было достаточно весомое свидетельство, но пока не окончательное. Что они сделали? Как вы помните, Гриффит взял гладкий вирулентный штамм бактерий, и они стали инактивированными при помощи нагревания. Такие бактерии не убивали мышей. Однако, когда их смешали с шероховатыми невирулентными бактериями, последние каким-то образом трансформировались в гладкие, стали вирулентными и убили мышей. Тогда Эвери, Маккарти и Макклауд разделили инактивированные гладкие бактерии на составляющие и сумели выделить конкретный компонент, который и трансформировал шероховатый штамм в гладкий. Затем они провели несколько химических опытов и сделали вывод, что с очень большой вероятностью этим компонентом является ДНК. Но их выводы не приняли за строгое доказательство. Вдруг они плохо очистили этот компонент? Вдруг помимо ДНК там оставались какие-нибудь другие белки, которые и отвечали за трансформацию? Таким образом, научное сообщество не приняло их аргументы в качестве окончательного убедительного довода. Другие учёные решили продолжить эксперименты. И окончательное доказательство было получено спустя несколько лет, когда Альфред Херши и Марта Чейз провели опыт с бактериофагами Т2. Бактериофаг – это фаг, поражающий бактерии. Слово «фаг» означает «вирус». Они знали, что бактериофаг Т2 состоит из белков и ДНК. Сейчас мы знаем, что у фагов есть белковая оболочка, внутри которой находится ДНК. Но они знали лишь то, что в состав этого вируса входят молекулы белков и ДНК. Ещё они знали, что вирус, поражая бактерию, внедряет, то есть инъецирует что-то внутрь неё. И это что-то, попадая в бактерию, изменяет её генетическую информацию и заставляет создавать новые бактериофаги. Они решили выяснить, что же именно инъецирует бактериофаг в бактерию. Если им удастся показать, что бактериофаг внедряет белок, значит белок отвечает за генетическую информацию. Если бактериофаг инъецирует ДНК, значит именно ДНК на молекулярном уровне является генетическим базисом. Причём Херши и Чейз скептически относились к выводам Эвери, Маккарти и Маклауда. Они были уверены, что им удастся доказать, что всё дело в белке. В тот момент учёные считали, что белки – это очень сложные молекулы. Они имеют различную форму, в них есть разные аминокислоты. И им казалось, что белки лучше подходят для кодирования генетической информации, чем ДНК. Тогда структура ДНК не воспринималась учёными всерьёз. Херши и Чейз поставили опыт, чтобы определить, что же именно внедряет бактериофаг в бактерию – белок или ДНК. Вот такой вопрос стоял перед ними. Для этого они вывели две группы бактериофагов Т2. Одна группа бактериофагов размножалась в присутствии радиоактивного фосфора-32. Другую группу бактериофагов они размножали в присутствии другого радиоактивного изотопа – серы-35. Зачем они это делали? Дело в том, что фосфор встречается в ДНК. Значит, радиоактивный фосфор, можно сказать, метит молекулу ДНК. С другой стороны, сера встречается в белках, но её нет в ДНК. Значит, радиоактивная сера станет маркером для белков. Вы спросите, как они получили эти радиоактивные группы? Если вирус поражает клетку в радиоактивной среде, тогда при размножении он поглотит и внедрит в себя радиоактивный изотоп. И в новых фагах либо белок, либо ДНК будут содержать радиоактивную метку. Итак, одну группу фагов размножали в присутствии радиоактивного фосфора. И они знали, что тогда радиоактивный материал окажется в ДНК, а другую группу – в присутствии радиоактивной серы. И тогда радиоактивный материал окажется в белке. После этого они заразили две группы бактерий каждым видом полученных фагов. Затем заражённые бактерии перемешали, чтобы отделить оболочки фагов от клеток бактерий. И, наконец, всё, что осталось, поместили в центрифугу. Центрифуга – это вращающийся механизм, к которому крепится пробирка. Пробирка наклоняется на бок, затыкается пробкой, чтобы ничего не вытекло, и затем очень быстро раскручивается. Центробежная сила вызывает большие перегрузки, и тогда на дне пробирки оседают более тяжёлые вещества, а более лёгкие всплывают ближе к горлышку. В данном случае более тяжёлыми оказывались бактерии, и они образовывали осадок на дне пробирки. А всё остальное – жидкость с остатками фагов поднялась наверх, образуя так называемый супернатант. После этого оставалось изучить осадок с клетками бактерий, точнее, с тем, что от них осталось. Если в нём обнаружится радиоактивный фосфор, значит, бактерия ФАК иницировал в бактерии меченую ДНК. Но если там окажется радиоактивная сера, значит, бактерия ФАК внедряет в бактерию белок. Херши и Чейз обнаружили в осадке радиоактивный фосфор. Это позволило сделать вывод, что именно ДНК внедряется вирусом при заражении бактерии, а не белок. Оказалось, что Эвери, Маккарти и Макклауд были правы. Именно ДНК является тем самым трансформирующим началом, которое вызывает генетические изменения в бактерии и заставляет её создавать новые вирусы. Это очень-очень важный вывод. Мендель обнаружил наследственные признаки, которые расщепляются и независимо передаются поколениям, то есть являются дискретными. Бовери и Саттон обнаружили, что поведение хромосом во время миоза при делении клетки очень похоже на поведение наследственных признаков Менделя. Морган подтвердил их теорию. Гриффит провёл опыты с бактериями и мышами и вывел некое трансформирующее начало. Эвери, Маккарти и Макклауд выделили это трансформирующее начало и показали, что им с большой вероятностью является ДНК. А Херши и Чейз окончательно доказали их выводы. Спасибо, что посмотрели наше видео. Надеемся, что вам понравилось. Поддержите наш проект подпиской и посмотрите остальные видео из этой темы.